В сегодняшнем видео я расскажу вам о основах коррекции, потому что очень много мне приходит в последнее время таких вопросов, да и не просто в последнее время, а вообще в целом. Эта тема очень сложная для многих и не все понимают, как правильно подступиться к коррекции лица. И самый частый вопрос, который я получаю, это помоги мне понять, какая у меня форма лица. Так вот, сегодня я вам постараюсь рассказать о коррекции лица так, чтобы независимо от того, какая у вас форма, даже если у вас какой-то смешанный тип или вы не можете точно определиться, какая у вас форма, для вас это было не важно для того, чтобы сделать себе правильную коррекцию. И может быть это не лучшая идея, но сегодня мы с вами будем пробовать новый продукт, еще составлять о нем первое впечатление. Я недавно купила себе вот такую тональную основу, это Becca Sheer Stick Foundation, но почему я показываю в этом видео, потому что я ее купила не в своем тоне кожи, я ее купила в оттенке кофе. То есть это, грубо говоря, такой вот именно контурирующий оттенок, и я надеюсь, что он будет смотреться хорошо, то есть это вот такой вот, даже на камере он кажется рыжим. Ну, я очень надеюсь, что он хорошо сработает, потому что вот такой вот метод мне нравится больше всего, когда естественная, наверное, коррекция, это не какие-то жесткие, четкие линии, которые вживую, поверьте, они никогда не будут смотреться так, как в инстаграме вы это видите, или на видео вы это видите, потому что фото и видеосъемка ничего общего, в принципе, с повседневной жизнью не имеет. Я сейчас убрала волосы для того, чтобы лучше было видно, что я, собственно, буду делать, и также подвину в себя зеркало. Итак, самое главное, для чего мы делаем коррекцию? Первое, это подчеркнуть рельеф лица, второе, это добиться симметрии на лице, и третье, это в целом, как бы, скорректировать форму лица, если это нужно, но в идеале считается, что самая красивая форма лица, это овал. То есть мы коррекции как бы стараемся приблизиться к овалу, независимо от того, какая у вас форма лица. И вот именно вот этот последний пункт нам дает очень большую подсказку в плане того, как нужно делать коррекцию, потому что независимо от того, какой формы у вас лицо, вы просто визуально рисуете у себя на лице овал, и все, что находится за пределами этого овала, мы корректируем. То, что находится в центре, мы наоборот высветляем, стараемся наносить какие-то более светлые продукты, например, тот же светлый консилер, какие-то освежающие, осветляющие пудры, все, что находится за пределами овала, тут, собственно, мы и работаем разными темными продуктами, кремовыми, сухими, это неважно. Вот это именно такое базовое понятие, то есть независимо от того, какая у вас форма лица, прямоугольная, треугольная, в форме сердца, неважно. Но здесь еще очень важный момент, это симметрия. Если я себе сделаю вот просто овал, у меня все равно лицо не будет симметричным, потому что у меня лоб выше, чем подбородок. Получается, в принципе, что где-то на вот такую вот ширину у меня лоб выше, чем подбородок, поэтому если я затемню вот эту вот часть на лбу, то у меня получится более симметричное лицо. То же самое и с каждой из сторон лица, если вы видите, что где-то у вас там, например, одна скула выше, другая ниже, то же самое мы делаем. Мы выбираем ту скулу, которая нам нравится больше, грубо говоря, и одну либо занижаем, либо вторую повышаем. То есть тут как бы главное добиться именно симметрии. Давайте теперь перейдем к практике. Я возьму этот контурирующий стик, ну для меня это контурирующий стик, а вообще в целом это тональная основа. Теперь, что важно и что не нужно ни в коем случае делать, потому что я часто вижу это даже в уроках. Все делают вот такое лицо, ищут где же здесь впадина, да, подскуловая, и в эту впадину начинают этот корректор наносить. Так нельзя делать ни в коем случае, потому что если вы нанесете корректор прямо именно в скуловую впадину, то когда вы его растушуете, он у вас пойдет и ниже, и выше. Таким образом у вас получится не скула выделенная, а просто какое-то как пятно на лице. Поэтому мы рисуем чуть-чуть выше, то есть буквально на пару миллиметров там вот выше, если взять. И если я повернусь и уже растушую вот эту вот линию так, как нужно, то соответственно самая глубокая тень упадет у меня как раз в скуловую впадину, но она не пойдет ниже. Поэтому сейчас вот я смотрю у зарубежных блогеров очень популярно сначала делать себе коррекцию, а потом белой пудрой вот так вот подрезать вот эту часть, потому что они изначально наносят неправильно корректор, из-за этого он упускается ниже, и свое как бы корректирующее предназначение он не выполняет. Первый мазок я сделала, теперь опять-таки представим овал, то есть по сути вот эта часть у меня тоже должна быть затемнена, и вот она должна двигаться приблизительно как-то вот так, и мы еще с вами определили, что вот эту часть я тоже буду затемнять, поэтому как бы здесь я тоже добавлю немножко этого корректора, как-то приблизительно так. Теперь что касается подбородка, да, у меня челюсть немножко не вписывается в овал, скажем так, мягко, поэтому если я хочу, я опять-таки могу совсем слегка вот в этой части подзатемнить, для того, чтобы казалось, что коррекция скулы как бы переходит вот именно в эту линию. Давайте теперь растушевывать, потому что я намазюкала, и я боюсь, что я вот с такими линиями и останусь, и растушевка корректирующая вот именно должна опять-таки двигаться кверху. Оттенок этот, я бы сказала, больше напоминает бронзер, нежели корректор, но в целом неплох, я бы не сказала, что прям отвратительно, хорошо он растушевывается, вообще, в принципе, практически незаметно растушевывается. Если вы хотите сделать жесткую коррекцию, то вам, конечно, лучше использовать холодные оттенки, но только не такие, которые имитируют, знаете, грязь на лице, а все-таки такие, которые отдаленно напоминают именно тень, а не грязь. Рельеф этот я хочу сейчас слегка усилить, и для этого я буду использовать сухой продукт, это от Ness Cosmetics оттенок Bare Skin, и мне этот оттенок очень нравится, потому что он именно такой, как надо. Очень на многих он смотрится красиво, и опять-таки, я беру кисть, и я не начинаю вот так вот возюхать, то есть я начинаю подбираться к скуле и проходиться слегка выше, вот так вот приблизительно, то есть вот, вот такой принцип здесь действия. И уже выше я могу уже более вальяжно орудовать кистью, то есть не переживать о том, что, в принципе, кисть где-то не там, где нужно нанесет этот корректор. Что касается того, где нужно остановиться, то опять-таки вспоминаем о нашем овале, и если вот я провожу где-то приблизительно линию здесь, то дальше с коррекцией, чем вот эта точка, мы не заходим. Обычно это где-то линия, вот как раз как начинается глаз с внешней стороны, бровь заканчивается, то есть приблизительно за вот эту точку мы уже дальше не заходим к коррекции. Обычно это так. Что ж, теперь мне осталось добавить хайлайтер, потому что тоже это неотъемлемая часть коррекции. Сначала жидкий хайлайтер, и потом буду усиливать его сухим. Здесь принцип такой же, то есть мы наносим на самые высокие выступающие части лица, и я также люблю на вот эту зону наносить, и продолжать ее вплоть вот так вот до центра лица. Если вам нужно наоборот увеличить вот эту вот зону, то есть не как у меня я ее уменьшаю, а если вам нужно ее увеличить, то вы можете наносить хайлайтер также и на эту зону. И смотрите, здесь опять-таки руководствуйтесь здравым смыслом, потому что смысл не в том, чтобы выглядеть жирным как блин, но зато вроде бы как вы улучшаете симметрию, то есть вы можете это делать и матовыми текстурами. Не обязательно хайлайтер в этом случае использовать именно такой вот мерцающий, сияющий. По сути, в моем случае с хайлайтером это все. Сейчас я набираю тоже сухой хайлайтер, и буду самую высокую точку еще больше усиливать, для того, чтобы придать вот этот вот максимальный объем скуле. То есть скула моя сразу начинает как выглядеть как трехмерная. Выглядит все намного более объемно, потому что если нанести просто тональную основу, то лицо, конечно, выглядит намного более плоским, и абсолютно все рельефы теряются на лице. Также в флане коррекция, что я люблю делать, это не оставлять без внимания шею, потому что шея также нуждается в нанесении каких-либо продуктов, особенно если вы делаете коррекцию лица, то очень глупо выглядит шея, на которой вообще ничего нет. В флане шеи какая здесь коррекция может быть? Я люблю наносить здесь более темный, скорее такой бронзирующий оттенок, с внешней стороны в обе стороны, и центр оставлять более светлым. Тогда все выглядит очень натурально, и в целом весь образ получается такой вот как бы законченный с какой-то стороны. Ну вот и все, я закончила макияж с обоих сторон. Очень надеюсь, что у меня получилось максимально просто объяснить эту тему, потому что тема действительно очень сложная, в ней можно долго копаться, но если вы разберетесь хотя бы в этих базовых понятиях, то уже коррекция лица у вас будет получаться намного лучше, чем раньше. А я на этом буду заканчивать это видео, но не спешите уходить, обязательно подписывайтесь на мой канал, это можно сделать вот здесь. Также не забудьте посмотреть другие видео, которые YouTube вам рекомендует, и расскажите мне в комментариях, как начался ваш год вообще, как хорошо, как вы встретили, хорошо начался ли год. Короче, делитесь этим в комментариях. Мне очень интересно будет почитать, поэтому пишите, и до встречи.